Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Это внеплановый выпуск. Вчера вечером был у нас ураган и скакало напряжение в сети. У меня дома три раза срабатывало реле напряжения, а вот соседям повезло меньше. У них стоит стабилизатор на входе на квартиру, но тем не менее он не защитил приборы. С самого стабилизатора пошел дым, но сработала тепловая защита, в то время как котел перестал работать. Что с ним случилось? У него сгорел блок питания. Вот мы сейчас сделали блок питания. Вот выпаян варистер из него и заменен предохранитель. Вы видите участок платы электроники газового котла. Тут находится сгорел варистер и предохранитель. Почему они сгорели? Из-за сильного ветра на линии произошло искрение. Скорее всего искрение произошло именно в пэн-проводе. По этой причине произошел перекос фаз. Из линии в дом пошло повышенное напряжение по фазе, который был подключен стабилизатор и котел. Так как повышение произошло очень быстро, стабилизатор не успел отработать скачок напряжения и повышенное напряжение попало на котел. Так случилось потому, что тепловая защита стабилизатора срабатывает определенный промежуток времени, в течение которого повышенное напряжение успевает попасть на котел и в результате чего блок питания котла сгорел. Хоть защита стабилизатора срабатывает быстро, но этого времени оказалось достаточно, чтобы повышенное напряжение дошло до котла и в нем сгорел блок питания. Вот стандартная схема подключения варистера. Через предохранитель напряжение подается на варистер. Варистер имеет нелинейную характеристику зависимости сопротивления от напряжения. Пока блок питания работает при напряжении менее напряжения срабатывания варистера, то варистер не влияет на работу схемы. Но при повышении напряжения выше напряжения срабатывания, он начинает пропускать через себя ток, шунтируя электронику котла. При этом он ограничивает напряжение, приложенное к остальным электрическим схемам котла, спасая их от перегорания. Если напряжение не сильно превышает, то через варистер идет относительно небольшой ток, но достаточный для перегорания предохранителя. Если же превышение большое, то сгорает как сам предохранитель, так и варистер, при этом он закорачивает цепь. Если просто заменить предохранитель, то он перегорит. В котле перегорел как предохранитель, так и варистер. Я их поменял. Сейчас котел работает в штатном режиме. Работа варистера блоки питания похожа на работу УЗИП в щите, поскольку в них используются варистеры, но более мощные. Про УЗИП я рассказывал в других роликах, ссылки я дам в описании. Чтоб такое не повторялось, нужно на входе стабилизатора поставить реле напряжения. Если вы не разбираетесь как в щиток ставить реле напряжения, то можно поставить чисто защиту на котел. Что для этого надо сделать? Берем такое реле напряжение, вставляем розетку и в него можем подключить котел. Но я буду ставить реле напряжения перед стабилизатором. Вот тут находится щиток, а вот стабилизатор напряжения, который задымился. Сейчас он работает, а вот тепловая защита, которая сработала и нужно было нажать, чтобы стабилизатор опять заработал. Сейчас будем ставить в этот щиток реле напряжения. Все, поставили реле напряжения. Эрбуз МФ32. Я его рассматривал в другом ролике. Ссылку дам в описании. И так как тут стоит реле напряжения, даже если будет перекос фаз на линии, это реле напряжения защитит как стабилизатор, так и котел от скачков напряжения. И они не выйдут из строя. На этом все. Стабилизатор и котел и также другая бытовая аппаратура защищена. Если вас интересуют другие тонкости электрики, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Свои вопросы задавайте в комментариях. Поддержите видео лайком и репостом. И до встречи в новых и старых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok